Антициклон Зои принёс в Беларусь жаркую погоду. За окном плюс 26. От зноя горожане спасаются на пляже. Тем временем специалисты напоминают обезвоживание организма, солнечные удары и обострение сердечно-сосудистых заболеваний. Случается у тех, кто пренебрегает элементарными правилами. Вода и головной убор – обязательные атрибуты летнего образа. Не стоит также забывать – река – это всегда риск и опасность. Погулял немножко, раздетый, теперь одели, чтобы не сгорел. Маслом намазали от загара. Ну, водичку даем пить. Без присмотра не оставляю. И у меня самостоятельный старший сын. Давно уже было сказано, инструктаж проведён не раз, что не оставлять младшую сестру, всегда за руку держать. Ну и я, естественно, смотрю тоже параллельно за обоими. В Бобруйске с начала года зарегистрировано четыре происшествия на воде. Два обернулись трагедией. Последний случай зафиксирован 12 июня. В Березине утонул 58-летний рыбак. Тело мужчины-спасатели обнаружили спустя трое суток. Что стало причиной гибели, предстоит выяснить специалистам. Для того, чтобы не произошло беды, важно помнить достаточно о простых правилах. Для взрослых это никакого алкоголя и всегда быть примером для ребёнка, примером поведения на воде. Для ребёнка важно никогда не находиться без присмотра у водоёма, всегда быть со взрослыми, всегда купаться в установленных местах, в разрешённых местах. Максимально стараться не использовать надумные приспособления, которые могут легко течением отнести на середину реки, что тоже крайне опасно. Во время каникул особое внимание сотрудники МЧС и освод уделяют детям. О безопасности говорят около реки. Здесь же рассказывают о ценении обдуманных поступков. В тонкостях своей работы и презентуют водолазные костюмы. В планах осведомить детишек из 15 школьных лагерей. Довести для детей безопасность на воде – это основной сюжет. Также мы рассказываем о водолазном снаряжении, как работали водолазы раньше, как работают сейчас, чтобы заинтересовать детей. До конца недели влияние антициклона в стране не только сохранится, но и увеличится. Температура воздуха в пятницу и субботу прогреется аж до 32 градусов. Во вторник синоптики прогнозируют 33. Помните, необходимо избегать пребывания на солнце днём, употреблять больше воды, избегать физических нагрузок и стрессов.